Всем привет! Меня зовут Виктор Хлусов, я являюсь техническим директором проекта Лариса Гудим Forsage Info. Сегодня посмотрел видеообращение, как бы, видеозапись Андрея Шаура, который говорит о правде об FFI. И спасибо вам, Андрей, я узнал правду об FFI, и теперь я ухожу из FFI и прихожу к вам в компанию. Шучу, конечно, поверили. Значит так, я хочу, во-первых, прокомментировать пару моментов, которых я именно разбираюсь в технических моментах. Во-первых, меня очень удивило то, что проект Олега Пермякова, ПравТВ, приносит 100 тысяч долларов дохода. И то, что Олег Пермяков делает бизнес в бизнесе, как бы, зарабатывает кучу денег. Очень удивило, на самом деле, да, Олег Григорьевич, возьмите меня в помощники, да, тысяч за 10 долларов, я с удовольствием буду работать. На самом деле, это большущая иллюзия, да, кто так думает, что на них зарабатывают деньги в таких проектах. Просто наш форсаж, он функционирует, именно конференц-зал функционирует так же, как ПравТВ, я знаю, как это все устроено. Устроено оно следующим образом. Есть такое понятие, как стрим. В простонародье это называется стрим. Можете написать в поисковике, узнать, что это такое. Это как раз то, чем занимаются спикеры ПравТВ, стримом. То есть, когда люди, транслируют что-то, да, и проводят презентацию, это называется стрим, и они стримят. Что это значит за процесс? На этом процессе построены и Форсаж, и ПравТВ. Это процесс, который работает с очень крупными сервисами, такими как Ливстрим, Ком, Юстрим и еще некоторые другие. И как это все происходит? То есть, человек спикер, он на своем компьютере проводит презентацию и транслируется это все на ПравТВ, допустим, да? Как происходит этот процесс? Компьютер спикера, он обрабатывает всю эту информацию полученную. То есть, это может быть видео с веб-камеры, да, это может быть показ экрана, либо слайды с презентациями, еще что-то, все что угодно. Это все обрабатывается, и эта обработка очень сложный процесс, да, он загружает компьютеры, даже самые мощные процессоры, идет очень хорошая на них нагрузка. И это все отправляется на сервис, на вот этот сервер, который обрабатывает всю эту информацию. То есть, вот Ливстрим Ком и Юстрим. Вот, вот этот сервер, там очень мощные серверы, и вот не один, их очень множество, потому что эту всю информацию нужно обработать. Она обрабатывается в реальном времени, так как все знают, что то, что транслируется, оно сразу же пишется в архив, да, то есть, вот такая вот там очень сложная обработка. И это все, представьте, нужно передать огромному количеству людей, которые находятся в разных точках земного шара. Это очень трудоемкий процесс, и я знаю, что на это очень мощные сервера нужны, чтобы это все обработать. И вот, благодаря этим сервисам, благодаря новым технологиям, да, это все позволяет делать. Но, это все платно, да, и эти все любые сервисы, они платные. Да, если сделать свой такой, это очень огромные вложения, это огромное количество компьютеров, серверов и вообще программного обеспечения. Поэтому проще всего использовать уже готовые. Так вот, стоимость вот таких вот трансляций, они идут в зависимости от количества просмотров, от количества людей, которые в реальном времени, да, сидят и эту трансляцию смотрят. То есть, от количества непосредственно людей, которым это все должно передаваться по интернету. И стоимость такая в среднем 25 центов за час на пользователя. Что такое час на пользователя? Час на пользователя это, к примеру, в зале 100 человек, идет конференция 1 час. Значит, затрачено 100 часов на пользователя. Таким вот образом. Вот и считайте, 25 центов на человек. Один человек в месяц тратит на проект 10 долларов. 25 центов умножаем, допустим, 2 часа, да, там какое-то обучение и презентация, да, человек посещает 2 часа в день. Это получается 60 конференций в месяц, 60 часов на пользователя. И, пожалуйста, 60 умножаем, сейчас я калькулятор открою, 60 умножаем на 25 центов. Получаем 15 долларов в месяц. 15 долларов в месяц это затраты на, именно вот, на трансляцию или стрима. При том, что этот пользователь, да, тратит он в месяц 10 долларов. Вот представьте, какой доход получается. Да, доход получается и проект живут только за счет того, что на вот этих всех сервисах, благодаря тому, что есть скидки, когда достигается большое количество пользователей в залах и большое количество часов за месяц вырабатывается. Там идут скидки, там до 17 центов за пользователя можно платить и так далее. Вот. И еще какое-то количество часов оно дается в аккаунте бесплатно. Ну, и с ежемесячной оплатой, конечно. Вот. Я это все к тому говорю, что такие, если, вот чтобы развеять вот эти иллюзии, я знаю, что у многих людей есть иллюзии, вот я там 10 долларов кому-то плачу, кто-то на мне деньги зарабатывает. Бред все это. Ребята, прав ТВ я знаю точно, что никто там ни на ком ничего не зарабатывает. Это реально проект. И благодаря Олегу Григорьевичу Пермякову, да, и благодаря Ларисе Гудиму, благодаря Сергею Волкову, это люди, которые заботятся о своих командах, да, и которые стараются создать какой-то инструмент для более эффективной, более удобной работы, чтобы новички, которые ничего еще не знают, которые зеленые приходят в этот бизнес, чтобы они быстренько и быстренько поднимались. Андрей, ну, как бы, видел, что ты сказал там про, слышал про то, что у вас подобный проект, уже готов, там уже запускается. Ну, я очень рад, если это так, но судя по тому, что ты видишь в этом, да, какой-то бизнес, что клонируешь там на этом зарабатывать до 100 тысяч долларов дохода, но должен тебя разочаровать. Вот. Это первый момент, который я хотел обсудить. Да, кстати, хочу сказать, я к проекту ПравТВ коллегу Григорьевичу Пермякову о структуре никакого отношения не имею, чтобы не думали, что я там из благородства, да, что-то решил тут высказать и защитить как-то, да. Вот. Просто говорю, что знаю, как это все устроено, чтобы все понимали. Далее еще какой момент. Момент сравнения, да, компании, вот как Роман Лаевский писал видеоролик и сравнивал две компании. Я наблюдаю просто за этим всем делом, очень интересно все. Если у вас получается, ну, когда, когда Андрей Шаура, да, мягко говоря, нехорошие вещи говорит о компании FIFI, о своих каких-то целях, ну, это его выбор, да, это твой выбор, Андрей, так работать. Я понимаю, к чему это приведет, надеюсь, и ты понимаешь. Ну, я в конце об этом скажу. Так вот, когда вы сравнивали, да, Андрей показал какой-то сайт, типа, мирового уровня там, который, рейтинги сетевых компаний. Я вам скажу один момент. Каждый сайт, он для чего-то созданный, каждый проект. И вот рейтинг вот этих сетевых компаний, он тоже для чего-то создан. Создается все для чего? В основном сайты все создаются для того, чтобы вот такие рейтинги всякие и так далее. Для того, чтобы зарабатывать деньги. Зарабатывают деньги на разных моментах. О чем зарабатывают такие проекты, как вот это сравнение MLM рейтингов? Во-первых, что такое MLM рейтинги вот те, да, это какие-то цифры, которые... Непонятно, что это за цифры и что они вообще показывают. То есть, посчитать товарообороты компаний, не это нереально. И никто их не предоставит, да, вот такому сайту, да, там, предоставил товарообороты, сайт там написал, и вот рейтинг по товарооборотам. Количество людей, работающих в проекте, тоже этот сайт не может предоставить. То есть, как это работает? Они собрали в себе список компаний, как-то вышли на уровень посещаемости, да, и благодаря посещаемости они рубят деньги с управления компанией разных. То есть, кто больше заплатил, тот будет в этом рейтинге. Я не буду утверждать, но, возможно, да, потому как показали там рейтинг FFI, да, там, и по сравнению с вот этой вот компанией, как она, Гринфуд. Ну, хоть бы чуть-чуть поскромнее бы сделали, да, ребят. Вот. А тот сайт, который показывал Лаевский, он реально функционирует, таких сайтов полно, которые реально подсчитывают из поисковых систем, из счетчиков всяких. Они подсчитывают посещаемость сайтов. Посещаемость сайтов о многом говорит. Естественно, если в компании много партнеров, то, естественно, на сайте будет хорошая посещаемость. Потому что люди заходят, люди в свои личные кабинеты там, что-то структуры смотрят. Вот вам и количество людей, вот вам и рейтинги. Так что тот рейтинг, который Роман Лаевский показывал, считать действительным. Тот рейтинг, который показывал Андрей, взят с потолка. Вот такие вот два момента, которые я хотел бы акцентировать внимание. Это два момента, в которых я разбираюсь, да, и которые я вам говорю, как технический директор. Технический. А что касаемо остального. Ну, вообще, вот это обсирание компании FFI было очень интересно. То есть, смотреть и читать. И вот, Андрей, скажи мне одну вещь. Ну, вернее, не скажи мне, а скажи себе такую вещь. Вот, ну, я понял, что ты хочешь сделать, ты хочешь сейчас рассказать, там, эту правду. Ну, учитывая то, что вот эти два момента, в которых я разбираюсь, это откровенная ложь. То есть, грубо говоря, вообще бред. То, соответственно, остальному можно даже не проверять. То есть, ну, это, я так функционирую, я так мыслю. То есть, если я вижу, что человек мне лжет, то этот человек мне неинтересен. И вообще, то, что он говорит, можно этому не верить. Вот так я мыслю. Вот, поэтому я это проверять не собираюсь, да, и, ну, неинтересно тратить. Я и так потратил полтора часа времени, чтобы посмотреть вот эту вот запись. А я ценю очень свое время и очень не люблю, когда кто-то тратит мое время. Так вот. Ты решил пойти таким путем. То есть, рассказать правду, вылить негатив на компанию. И ты чего ждешь от этого? Что люди сейчас ринутся, лидеры, там, к тебе, в другую компанию, с тобой работать. Ну, создал, ну, это, пришел ты в другую компанию, ну, классно все. Супер, поздравляю. Работай, делай вещи, показывай именно на деле, а не на словах, да, на пустых словах, что там, мы такие крутые. Крутые, ну, сделайте, покажите, мы скажем, о, крутые ребята, молодцы. А то, что вы сейчас делаете, ну, это, не знаю, меня лично, ну, как бы вообще не зацепило. И если мои люди, кто-то из моей структуры, да, пойдет, увидев вот эту запись вашу, и пойдет работать к вам в компанию, да, ради бога, с удовольствием скажу, давай, удачи. Потому что пойдут только те люди, которые своими мозгами не умеют шевелить. Пойдут туда те люди, которыми манипулировать можно просто. Им что-то сказали, они услышали, а рот раскрыли, побежали. Все. Нормальные люди, которые шарят в голове своей, которые могут сами проанализировать что-то это, у которых голова работает, они никуда не дернутся. Потому что FFI развивается, это всем видно. То, что там какие-то по доставке были моменты, об этом еще пол говорил, был куча времени назад, и что уже давным-давно решено, сейчас всем продукт доставляется. Мне лично даже тогда, когда были проблемы, доставлялся он отлично. Заказывают стабильно каждый месяц, приходит 3-4 недели вот так доставка доходит. Всегда, ни разу не было никаких задержек, да, и продукт приходит отлично, все супер. Сервисом я лично доволен. Не знаю, как у кого-то, может, были какие-то ситуации, но это были моменты, о которых говорилось. Когда был год, когда товарообороты компании взлетели на 391% за год, и когда заводы реально не успевали производить продукты. По поводу того, что Рэнди и Вэнди куда-то тратят какие-то у них свои компании, Андрей, ну я не знаю, ты так шокирующий об этом говорил, это никто вроде как бы не скрывает, да, это вон на сайтах сам видел, что вывешено, да, если бы это кто-то скрывал, там бы не было вот этих вот руководителей на сайте. Это всем известно и всем, ну, может, кому-то не было известно, но теперь благодаря тебе известно, ты открыл правду. Но это и не было ложью, понимаешь. Спроси у Рэнди и Вэнди, да, любой человек спросит, и они скажут правду. Вот, а по поводу того, что они чем-то другим занимаются, и куда-то там деньги свои вкладывают, на нас зарабатывают, а куда-то вкладывают, да флагом в руки, я не люблю считать чужие деньги. Вкладывают и вкладывают, ради бога, сюда, и классно, что у них есть другие проекты, которые позволяют дополнительно зарабатывать деньги и вкладывать. Это еще больше говорит о том, что FFI, она будет стабильна, и будет только развиваться и развиваться. Потому что у компаний нет долгов, я уверен, что у всех трех компаний, они все три успешно развиваются, потому что Рэнди и Вэнди – это люди серьезные. Вот, что я хочу сказать. Вот. Так вот, вот этот путь ты выбрал, да, и просто задумайся над тем, какие люди к тебе придут, да, те, кто не умеет своей головой мыслить, те, кто вот ищут негатив в компании, так они и к тебе придут, и также начнут ковырять в твоей компании, а потом просто сожрут тебя. Вот эти люди, которые к тебе пойдут. А люди, которые туда идут, я не знаю, на что они надеются, что там что-то легче будет или проще, или деньги посыпятся сразу. Нет, там будет точно так же все, там нужно будет так же приглашать людей, нужно будет выполнять те же самые действия. Как-то так. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Ну, на самом деле, вот эти видеоролики, какие-то рейтинги на развитие компании FFI вообще никак не повлияют. И я уверен, что ни один лидер серьезный, да, ни Олег Григорьевич Пермяков, ни Лариса Гудин, ни кто-либо другой, да, таких людей много, можно перечислять, перечислять. Но никто не пойдет за таким человеком, как ты, ну, по крайней мере, на данном этапе. Вот те действия, которые ты делаешь, да, ну, это не лидерские качества. Обосрать что-то может каждый, а вот что-то сделать, что-то создать и повести за собой людей, да, именно, действительно, не на лжи, да, которую ты выльешь на кого-то, а на чем-то искреннем, на искренности, да, вот таких людей мало. Но именно такие люди добиваются серьезного результата. Ну, и по поводу того, что там вообще меня улыбнуло очень, когда ты вспомнил, что там уважаешь очень Романа Лаеско, из-за этого ему дал на свадьбу там деньги какие-то, взаймы, и тут же сказал, что на самом деле это не от того, что уважаешь, а от того, что, ну, вот тебе вернуть-то должен был чуть-чуть больше, чем ты ему дал. Тоже, вот это вообще минус тебе, большой минус. Как знаешь, вот эта вот встреча твоя напомнила просто женские сплетни, что ли, вот что-то вот такое. Не мужской это подход, в общем, к делу. Все, Андрей. Это все у меня, да, вот такой вот коротенький ролик. Думаю, этого достаточно. Можешь обидеться, да, можешь задуматься. Как мой спонсор всегда говорит. Выбирать тебе. Но выбери тот выбор, который тебе будет выгоднее. Просто тот метод работы, который ты выбрал сейчас, он реально убьет на корню то, что ты начал сейчас. Выбери другой метод работы, да, и у тебя все получится. Я верю. Я на самом деле уважаю каждого человека. Не важно, грязь он в меня льет или... Тоже меня любит, да, но... Вот так я мыслю. Все, мне надо бежать.